Всем привет на канале Олег Нестеров Брест вот сегодня как бы деда Олежа немножко из колеи выбился Ну и решил, все таки сегодня выходной, детки пошли гулять с мамой и решил я, не знаю, снять вот как бы давно я хотел байки какие-то, истории жизни, да Ну байками как бы это я их так называю, на самом деле все это и правда происходило И просто немножко расскажу о каких-то сравнениях психологии, которые, ну действительно, которые они и сейчас в жизни встречаются Что-то расскажу из жизни, когда я жил на севере То есть вчера вот сидел, задумался, да, вот человека все-таки все в сравнении познается Когда вы, допустим, побили крыло у машины, да, для вас это неприятность, конечно, да, небольшая Но когда вы разобьете в хлам, что на восстановление не подлежит, да, вы выходите из нее, ну дай бог, если вы вышли, да, и думаете, да, фигня Сам жив остался, и ладно, машину уже не жалко То есть все это сравнение Ну и про, не знаю, все-таки Вот как бы мы даем уроки, да, немножко даем какие-то хитрости свои, выдаем У нас такого раньше как бы не было Даже вот взять такой случай, о нем как бы я и хотел рассказать То есть этого случая могло не произойти Чуть получше Я учился бы, чуть бы больше интересовался всякими нюансами, секретами, да То есть я был очень хорошо подготовленным водителем Не дурак По спецпредметам У меня одни пятерки были Даже по автоэкрану я закончил на год Раньше, чем все, я сдал все экстерно Ну, не судило Ну, как-то поехал я на Зилу 157-м Если помните, такой За Соляры Ну, так покороче расскажу Поехал и по дороге на обратном пути Оставалось мне где-то 100 километров, 110 У меня закипел двигатель Дядя Олежа поливал молодой, там 80, да До 157-го это много И, короче, получилось так, что я закипел Ну, я же секретов вот этих вот не знал, мелочи всяких, да А я подождал, когда остынет двигатель Но после того, как он остыл, я его заводил Он у меня через 2 минуты опять кипел И я сразу-то не сообразил То есть, что циркуляции нету В печке То есть, и воды нету, да Я решил проверить в стартере Вот Поняли, в радиаторе Вода есть То есть, охлаждающая жидкость там в рукой была Как знаете, вот такой Ну, вот радиатор, допустим, стоит, да В 157-м И там вот такая горловина Как колено вот в раковине Ну, я пальцем-то потрогал Естественно, там в колене вода-то есть А то, что в радиаторе ее нет Я и не сообразил Вот как бы маленькая хитрость, да С этим коленом одно И то, что циркуляции в печке нету Я уже тоже не сообразил То есть, если бы я сообразил, я бы просто бы Тупо залил бы соляры в радиатор И доехал бы Спокойно, да То есть, но я этой мелочи не знал На улице было минус 48 градусов Обычно по этой трассе ходят лесовозы Но в этот раз лесовозов не было Не было, потому что актированный день И, ну, лесовозы не ходили Время это было где-то около 7-8 вечера Ну, что ж, я сел в машину Пока она вообще не выстала Да Потом начало выстывать Тут из леса вышло два волка Ну, слава богу, это зима все-таки, да Волки не такие большие Ну, не нажиревшие И сели около машины, сидят Как бы, ну Я особо-то их и не боялся, волков Ну, собака и собака, не знаю Не рычат, не лают, ничего Сидят просто, ждут дядя Олешу вкусного Ну, дядя Олеша тоже парень и промах Взял монтажку я, короче И из машины вылазил Ну, у меня керзовые сапоги Подошва замерзла очень, да И на подножке я подскользнулся и упал Упал на спину около машины То есть монтажка Вылетела нафиг Ну, и тут мне повезло, что у волка два было Один меня за ногу тянул, за керзач, да А второй за шею Ну, и повезло так, что они меня в разные стороны растягивали Этот вроде как хочет за шею перехватить Но тот оттягивает сразу, получается Тот не может ухватить Ну, у меня за пазухой вот такой рапидный ножик был Ну, где-то сантиметров сорок Ну, это на всякий случай Мало ли, там, ветки, там, порубить что-нибудь Ну, короче, я подтянулся И до заднего-то я достал В шею ему воткнул А переднего, ну, он, видать, увидел Когда тот заскулил Я ему так хорошо в шею воткнул Этого только поцарапал Не знаю, подранил, не подранил Ну, тот убежал, короче Ну, этого сразу я, как бы Фильм увидел на опыте Я ему горло подрезал И за хвост привязал, за цицерну Я потом хотел Мы его потом съели, кстати Я потом хотел Вырезать с него клыки Вот эти, да? Ну, на память амулетик сделать Ну, как бы плоскогубцами ломал Все их сломал Вытащить не получилось А потом мне кто-то сказал Надо было ножовочкой пропилить Десну И тогда вытащить Красиво очень Клыки большие Вот такие Ну, не суть дела Дело в том, что Страх-то я тогда натерпелся Ну, хотя я не скажу, что я тогда боялся Для меня это особо шоком не было Ну, просто вот ситуация неприятная Да? Ну, тут я уже Я же сообразил все-таки В мире животных смотрел Что они не ходят Волки Волк может быть либо одиночка Либо Он в стае Если их два Они уже точно в стае Я сообразил, что пахнет Дело керосином Искал, что сжечь в машине Если Ну, на кразах раньше работали Да? Там кабина деревянная была Можно потихоньку полы разбирать Двери разбирать И погреться Ну В стае 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 Ну, кроме как колес Запаски у меня не было Опять же Вот дядя Олежа Такой умный Без запасочки ездил Это потом еще расскажу Истории Там у меня с этим В стае В стае В стае В стае В стае Истории Хватит Е-мое Каждый раз Когда ездил Потому что машина Какая-то не такая Ну ладно Не то Я взял Короче Сидение Вытащил сидение Пассажирское И спинку Ну Положил их на землю Соляры у меня там Три тонны С половиной Было Полил это все Солярой Прямо Разбой Костер Тая недалеко От машины делал Так чтобы И машина Сильно не мерзла Кое-как Поджег я Эту солярочку И Топился Топился я До утра То есть Сидения Не выгорали Постоянно Я подливал На них солярочку Они работали Как фитиль Ну Тепло Хорошо было Но как бы Пока перегреешь Жопа отваливается С жопой Повернулся Пока Жопу греешь Перед отваливается Да Ничего Ноги так погрел Что Потом Кирзачи Похлопал Об землю У меня Носки отвалились Ну Нога еще болела Волк Прокусил Ногу Как бы Шрам у меня Вот уже прошло Считай Двадцать Один Да Год Прошел И Остался еще Шрам Глубокий Ну Не в том Дело Короче Топил Отопил Уже устал Все силы У меня уже Кончились Это было С восьми Вечера Да Я сидел Всю ночь Я просидел И уже Часов Девять Утра Я Пошел Ну Костер Подлил Солярки Пошел В этот За руль Сел Посидеть Чисто Потому что На улице Как бы не на чем было Посидеть Кроме как На земле Сидел И вот так Сел За руль Я говорю Вот о том Об усталости Какая усталость Ты даже Не сообразишь Что тебя Уже Накрыло Просто Заснешь И все Сижу И смотрю За руль Вот так Вот вдаль Дороги Вдоль Тут слышу Справа Паровоз И поезд Подъезжает Останавливается Поезд Я смотрю Машинист Кричит Че сломался Ну я так Посмотрел Говорю Ну да Сломался Думаю Нифига Товарняк Остановился Он опять Сигналит Опять Меня спрашивает Че сломался Говорю Ну да Сломался Он опять Короче Сигналит Че сломался Тут я очухиваюсь Короче Я помню Что я не закрывал Глаза Очухиваюсь Урал Стоит Вахтовка Ну Пассажирская Говорит Че сломался Я говорю Ну Он говорит Ну я сейчас Говорит Буду возвращаться На тебе Пареню лампу Погрейся Буду возвращаться Я тебя заберу Ну на базу Я говорю Нет уж Спасибо Нахрен Эту машину Твою лампу Я короче К нему Спрятался Короче У него так и сидел Но Как бы Случай этот Меня конечно Подкостил Я лежал Потом Наверное Двое суток Вообще Не просыпаюсь Заболел Конкретно Простыл И как бы Волка Все таки Мы потом Съели С макаронами С картошкой Очень вкусное мясо Скажу Там у нас были Охотники Они как бы Приготовили Ну как бы Мясо Как мясо Вкусное мясо Не знаю Говорят Там их есть нельзя Все это ерунда Медведей есть нельзя Да Можно их Надо проверять Со мной лежали В больницах Вот охотники Которые Не знаю Там какая-то болезнь Короче Получается Что Внутри костей Заводятся Червяки Очень страшная Болезнь Когда она Смертельная Со мной Лежало Трое Одного медведя Ели Такой болезнью Заболели Не знаю Их давнейшие Судьбы Но как бы Выглядели Они хреново Как бы Вот такие Ситуации Получаются Знаете Нелепые Если бы Вы были Подготовлены К этому Да То есть Этого Не произошло Зная Как определить Что Воды В системе Нет По тем временам Я бы Просто Подалил Солярки И поехал Этого Не произошло Куча Было Куча Было Таких Это Потом Может быть Расскажу Если вам Понравится Вот этот Вот Именно По этой Машине Какие Со мной Ситуации Проходили И колеса Передние Отваливались И на Среднем Мосту Отваливались Колеса По дороге Со Ступицами То есть Вот Находил Ситуацию Как из нее Выйти И доезжал Без колес То есть Об этом Я может Потом Расскажу Если вам Будет Интересно Конечно Ну И как Говорю Что Человек Если Человек В панику Не кидается Да Вот Чего В панику Кидаться Ты все равно Уже Один Все равно Это уже Произошло Это уже Произошло Это уже Все Не исправить Надо найти Как Выйти Из этого То есть То же самое В машинах У нас Вот Многие Красят Да Машину Бах Сделали Потек Давай Его Быстренько Задувать Там Что-то Исправить Да Все Уже Если Он уже Потек Вы его Не раздуете Если Вы уже Увидите Идите Дальше Красьте Не зацикливайтесь На нем Дальше Пошел Покрасил Все Завтра Вы Все Исправите Остановишься Зациклишься На нем Всю машину Запахай Так Два Три Элемента Чего Не переделаете На следующий День Да Все Переделается Так Как бы Не поддавайтесь Панике Ну Не знаю Так вот Просто Решил Снять Чтобы Вы не скучали В воскресенье Да Вернее Это уже будет Понедельник Завтра Пойдем Столясь На работу Займемся Аудюхой Сто Уже Как бы Надо Делать Уже Дядя Уася Крыло Привез Кстати Новое Так что Как-то Так Дядя Уася Уже На дом Крыло Привез Вот Потом Покажу В гараже Ну Все На сегодня Вроде Все Если Понравилось Что-то Еще Может Вам Рассказать Как бы Видео Будет В видеоблоге Моем Да Ну На Ютубе В видеоблоге Моем Канал Я решил Второй Не делать Так Он у меня Будет Просто В запасниках Если Что Чтобы Можно Было Куда Перескочить Ну На Второй Канал Можете Подписаться Я С того Канала Иногда 200 Подходит Заявок Так Что Торопитесь Будет Женя Травников Буду Я Ну Еще Тут Есть Предложение Бабу Валю Пригласить Бабу Валю Если Смотрели Смотрели Ютубе Там Она Поет Снова Стою Одна На Гормушке С дедом Они Здесь Недалеко От Берези Живут Кум У меня Их Знает То Есть Поговорю Бабу Валю Пригласим Повеселимся Дядя Олежа Вообще Любит Ему Ну И На Сегодня Все Никак Не Распрощаюсь Всем Здоровичка Крепкого Сибирского Силы Воли Громаднейшей Клиентов Побогаче Вот Наша Удача Да Чтобы Мозги Вам Не Парил Главное Терпение Никогда Не Паникуйте Здоровичка Вам Вашим Деткам Обязательно Ну И Как Всегда Дядя Олежа Говорит Добра И Бабла Правильно До Следующих Видео